всем добрый день здравствуйте вчера в приют от рамая привезли вот такого маленького котеночка котеночек очень дикий и нам сейчас надо решать что с ним делать выпускать такого малыша на улицу не хочется потому что очевидно что он имеет проблемы со здоровьем сто процентов что у него глисты но собственно это не то что я хотела сегодня вам рассказать я хочу поднять вопрос о карантине я хочу показать что рассказать о том какие проблемы могут быть если вы берете с улицы котенка без без прохождения карантина и при этом может быть у вас дома есть дети есть другие животные и почему почему если вы хотите помочь приюту то лучше взять из приюта уже животное которое прошло карантин которая здорово но это по сути так более менее понятно ну будет еще наглядно и показано ну вот этого ребенка сегодня мы разместим в изолятор в изоляторе он проведет какое-то время заодно может быть привыкнет к рукам пока он просто шипит кидается на руки вчера он порвал перчаточки с трудом поймали какой вот он красивый ну что малыш будем переселяться вот по сути в изоляторе ему подготовлена вот такая клеточка клеточка из нержавейки эта клетка будет ежедневно убираться ежедневно дезинфицироваться горшочек будет мыться полностью дезинфицироваться каждый день до пока мы не будем уверены что котеночек полностью здоров и его можно перевести к другим здоровым животным тряпочки ежедневно выкидываются в изоляторе используемые тряпки вообще не стираются они просто утилизируются вот ему подготовили блюдечко корм еще будем его пересаживать посмотрим как он себя будет вести ну вот примерно так мы себя ведем пока его хватало он меня опять все поцарапал всю порвал вот как-то его надо пересадить сюда потом пробовать потихонечку приучать вот так малыш умничка он еще заинтересовался едой это их быстро интересует к сожалению пока котик маленький есть шанс его приучить к рукам но вот этот котик уже на грани того чтобы забыть о том что такое человеческое тепло по сути попробуем стерилизовать его еще рано уличную колонию выпускать рано поэтому попробуем сделать его ручным найти ему новый дом спрятался в горшке ну что нас ждет нас ждет возможно вирусный кошачий иринотрофеид пока все сложно сказать так как его сложно осматривать особо не дается у него сто процентов есть гельминты наверняка вчера ему дали каблеточку от листов уже с едой все успешно съел немножко попозже покажу вам что из этого получилось какая картинка прячется малыш поэтому ну как бы здесь есть все условия чтобы животное прошло карантин единственное конечно на все эти условия необходимо средства на данный момент в этом году средства у нас только пожертвования пожертвования людей пожертвования физических и юридических лиц ваша поддержка по сути потому что никакой государственной к поддержке никакой поддержки самоуправления в этом году мы не получаем вообще вот он красавец ну какие-то первые дни сто процентов он будет такой очень зажатый очень стеснительный кушать скорее всего будет только пока пока никого нету также вчера было на таблеточку с едой съел только когда все ушли но вот эта картинка того что вылезла из него после того как ему дали таблеточку то есть это то что вы по сути понесете домой с улицы скорее всего шансы заразиться такими гельминтами будут у всех и у вас и ваших домашних животных поэтому если у вас нет условий для карантина хорошо это доверить какому-то приюту но естественно приюте должно быть для этого свободное место и так далее чтобы освободить место конечно надо кого-то отсюда взять вот если вы возьмете например дашку у вас будет стопроцентная гарантия что у вас дом будет здоровое животное и вы можете гордиться тем что освободили место в приюте для какого-то больного котика наподобие того которого мы только что рассматривали а это бантик бантик тоже очень хочет в нормальный дом он прошел карантин ему очень не хватает человеческого тепла это игнатий игнашка игнашка тоже очень ласковый кот это пика и как кажется да и уже тут эту это кошка поступила к нам недавно недавно выкормила 8 котят его только стерилизовали беляк беляк да совершенно белый кот но немножечко пугливый но в принципе будет очень хорошим домашним котом определенным людям он определенно доверяет а это пушинка и пушиночка уже готова к адопции она прошла карантин у нее нет глистов у нее нет блох она привита вот альтернатива для того чтобы помочь приюту надо взять кого-то к себе домой взяв кого-то к себе домой можно уже кого-то и разместить в приюте если у вас есть такие пострадальцы найденные на улице но также вы вполне можете найти приютах и других как и других приютах можете найти там каких-то котиков и котят ну правда всегда спросите да какие обработки котику сделаны какие гарантии для вашего дома да потому что приют это прежде всего место где животные получают помощь проходят карантинизацию выздоравливают чтобы найти новый дом для этого мы здесь для этого нам люди помогают для этого вы помогаете приюту чтобы у каждого вот такого четвероногого пушистика был шанс всего хорошего если понравилось то что я сейчас рассказала и показала поставьте пожалуйста лайк поделитесь этим со своими друзьями подпишитесь на нашу страничку это также добавит популярности приюта ну и само собой увеличит количество зрителей посетителей приюта и увеличит шансы для этих животных быть адаптированными пока